Всем снова привет! Я сегодня с вами хочу поделиться опять своими приобретениями, покупками за последнее время. И это были уже покупки такие больше под влиянием YouTube. Приобретала я все эти хотелки свои в вот таком вот магазине. Это как раз та марка магазина и фирмы, которая именно возит вот эти вот всякие вкусняшки, которые я вам говорила. Я думаю, в любом городе такие магазины присутствуют, просто под разными названиями. Они привозят кармексы, эос, бальзамы, расчески, тенгл, тизер, ну и кучу-кучу всего остального они возят. Ну и сейчас я вам покажу, что же я все-таки приобрела. Первое, что я вам покажу, это вот эти вот знаменитые резинки от Invisibubble. Я надеюсь, это название фирмы или что. В общем, у меня три штучки. В этом магазине можно было скомбинировать, получается достать с другой любой коробки и, в общем, выбрать те цвета, которые тебе нужны. Я взяла такие более-менее ходовые цвета. Я взяла черный, потому что у меня темные волосы и этот черный оттенок не очень заметен. Вот такой вот молочный оттенок, опять же, он не сильно выделяется на волосах, допустим, как белый оттенок, да, и прозрачный, потому что он вообще практически незаметен на волосах. Я, конечно, исполнила свою хотелку давнюю, но, честно, я не могу посоветовать эти резинки. Мне как-то они не очень понравились. Ну, обычные резинки. Также я покупаю вот такие вот бесшовные в Fixed Price, либо вот в Lady Collection я взяла. А, ну, честно, мне кажется, эти даже лучше, чем вот эти. Допустим, если у вас легкие волосы, такие струящиеся, то я могу, конечно, посоветовать вам вот эти вот Invisible Bubble, но у меня такие более тяжелые волосы, и они еще и длинные, плюс ко всему, и меня спасают только вот такие вот резинки, которыми я могу именно зафиксировать волосы визи-бабблами, я не могу этого сделать. У меня, получается, хвост просто падает. Ну, и еще одна моя давняя хотелка, это расческа Tangle Teaser. Я очень давно ее хотела, все думала, нужна она мне или нет, потому что стоимость у этой расчески, конечно, вообще заоблачная. Я считаю, что цена завышена, конечно, она стоит денег, нормальных денег, но не таких, которых она стоит на самом деле. Я ее приобретала не за полторы тысячи и за две, как многие приобретают, я взяла ее что-то за тысячу двести, что ли. Я считаю, вот рублей 700 хотя бы, 600 можно за нее отдать, ну, не тысячу двести даже. Она шла вот в такой вот коробочке, ну, все как обычно. Я взяла компактный вариант для сумки, потому что мне очень, во-первых, удобно будет сейчас при переезде это, и вообще удобно будет вот эти зубчики, которые здесь, они не будут потом в разные стороны, я надеюсь, когда вы ее используете, постоянно ложите, допустим, на комод, либо вы использовали там в дороге, в сумке и положили в сумку, и она что-то все время затирают вот эти вот зубчики сами, они становятся кривыми, и это не очень потом, во-первых, красиво смотрится, во-вторых, потом расчесывается как-то не очень. У меня также есть вот такая подделка, можно сказать, закос под эту расческу от FixPrice. А здесь, в этом варианте, зубчики мягкие, поэтому они, вот видите, они загибаются у меня просто в разные стороны. Я не знаю, видно вам или нет, просто в разные стороны. Во-первых, из-за того, что я иногда ее ношу в сумке, во-вторых, ложу на комод ее постоянно. В-третьих, я расчесываюсь, у меня волосы, опять же, тяжелые, бывают запутанные, и чтобы расчесать мне этой расческой их очень нужно постараться. И получается, что эта расческа, она, конечно, никак вообще не похожа на эту расческу, потому что у Tangle Teaser зубчики сами идут жесткие, но не сильно жесткие. Они не раздирают вам как-то кожу головы. Но, тем не менее, эта расческа, она достает до кожи головы, и вы можете прочесать всю длину. Ею также, конечно, нужно постараться распутать какие-то клоки, да, запутанные, но она расчесывает как-то равномерно, хорошо. Мне нравится, я довольна, я могу ее посоветовать для любых, в принципе, волос, для тех, кто, допустим, хочет потратиться на такую расческу, потому что я, конечно, считаю, что это баловство, но я уже настолько привыкла вот к вот этой расческе, что другими, которыми раньше пользовалась, я к ним не могу вернуться. Еще я также взяла два спонжа для лица, потому что мой порвался от Ariflame. Я взяла фирма Vogue, называется, это какая-то корейская, по-моему, фирма, вот такая. И я взяла два. Один у меня розовый, второй, вот я его использовала сегодня, не первый раз сегодня, а именно просто я пользовалась им сегодня, такой вот голубенький. Во-первых, он мягкий, и это плюс. Когда вы наносите какой-то продукт, либо распределяете его по лицу, не кажется, что вы вбиваете что-то молотком, чем-то жестким. Довольно-таки мягкая губка, и это мне очень нравится. Но когда вы ее мочите, она не впитывает влагу, она не набухает, эта губка. Она вот такая, как была, так и осталась. По-моему, они даже одинакового размера, но видите, чуть-чуть совсем как бы какое-то различие есть. И то, мне кажется, они все равно одинаковые. Но в целом спонж работает нормально. Я довольна, что я их взяла, на прозапас у меня есть, и я буду дальше ими пользоваться. Вот сегодня я им наносила тональную основу, наносила кремовые румяна, хайлайтер им наносила, и консилеры под глаза, и во всякие там места и зоны. Как вы видите, он, конечно, грязный, но он работает, и он мне нравится. Если вы видите такие спонжи, советую, приобретите, попробуйте. Тем более, что один стоил 100 рублей. Ну и хотелка очень моя давняя. Я, кстати, не хотела ее приобретать тогда, когда вот этот весь шум был. Не из-за шума я не хотела ее приобретать, а из-за того, что, во-первых, цена была вообще непомерная, мне кажется. Сейчас, мне кажется, дешевле это все, ну, по крайней мере, здесь, в России. В общем, да, начну. Приобрела я пилку Шоль все-таки. Не знаю, она меня очень давно заинтересовала. И я знаю, есть как и любители этой пилки, так и те, кто ее ненавидят. Мне она понравилась, сразу скажу. Использовала я ее две недели назад, а пятки мои до сих пор гладкие. Здесь идут четыре батарейки, такие не мини, а обычные. Она удобна в использовании, и когда вы сначала ее приобретаете, если вот захотите приобрести, то имейте в виду, что включается она не нажатием вот так вот, именно, прикасанием, а вот это колесико, оно крутится туда-сюда. Потому что, когда я приобрела, я в шоке была. Я ее включаю постоянно, вот так вот нажимаю, а ничего не происходит. И я думаю, блин, опять мне что-то поломанное продали. Думаю, ну, как всегда, как всегда, блин. Ну, ничего, потом додумалась и повернула это колесико, все работает, все хорошо. Также к этой пилке я приобрела питательный крем еще для ног и ногтей. Исключительно буду использовать на ноги. Текстура у него такая вот, какого-то бальзама, я считаю, не именно крема. Она тоже так наносится, как крем, но потом распределяется, как бальзам какой-то, как будто вы мазь какую-то наносите. Запах, обычный кремовый запах, без каких-то отдушек, мне кажется. Здесь написано, защищает от высыхания и предотвращает появление трещин. Я исключительно брала это для сестры, в принципе, потому что у нее есть такая немножко проблема, вот эти трещинки появляются. У меня пока таких проблем нет, и слава богу, конечно, но все равно тоже буду иногда им пользоваться. Использовала вот этот аппарат, поскрабировала, так сказать, ноги, потом помыла ноги, да, и нанесла вот этот крем. Именно после использования самого прибора, потому что, мне кажется, эффект будет вообще вау просто. Я, конечно, буду их в паре еще тестировать, и потом где-нибудь во влоге вам расскажу. Еще также я приобрела вот такие вот запасные насадки. Они идут с вот этой вот диамантовой крошкой. Написано Diamond Crystal, в общем, с кристаллами вот этими. Здесь две насадки идут такие, так что мы запаслись сестрой по полной программе. Это и все, в принципе, мои покупки, мои хотелки. Вот попробовала, мне, в принципе, все понравилось. Есть какие-то мелкие нюансы у некоторых, да, вещей. Но это все индивидуально. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я, в принципе, высказала свое мнение. Я хочу, кстати, узнать, кому нравятся вот эти все нашумевшие продукты на YouTube. Потому что я раньше как-то скептически к этому относилась, честно признаюсь. Я как-то, особенно когда видишь у каждого блогера, да, вот на кого ты подписан, вот эти вот картинки, да, пилку шоль, всем рассылали, все, она у всех. Там рассылали, я не знаю, эти все Tangle Teaser и Invisibubble, у всех они есть. Просто это задалбывает периодически, и некоторые видео даже не смотришь из-за этого. Ну, а сама вот, видите, такая же. Ну, я купила за свои деньги. Я думаю, все фирмы, которые я здесь перечисляла, вы поняли намек. Ну, на самом деле, я действительно жду ваших комментариев, каких-то советов, ваше мнение по поводу того, что я сегодня вам здесь показала. Ну, а мы с вами увидимся в следующих видео. Я вас всех целую и обнимаю, и пока-пока!